Всем привет, дорогие друзья, мои зрители и подписчики моего канала. Приглашаю вас на очередные покатушки, если можно так сказать, по Канаде, вернее, по провинции Онтарио. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Я думаю, что вам понравится и будет занимательно посмотреть и послушать то, что я вам покажу и расскажу. Поехали мы в город, который называется Niagara-on-the-Lake. Это город, находящийся совсем-совсем недалеко от одноименного водопада Ниагара, Ниагарского водопада. Единственное, что он расположен на реке, которая, так сказать, впадает, собственно говоря, в этот водопад и, собственно, образует водопад. Это самая река, которая спадает вниз и образует водопад, Ниагарский водопад. Ну, в общем, это детали, конечно. Городок очень симпатичный, очень старый. По-моему, в 1871 году был основан, если я ничего не путаю. И, в общем-то, был первой столицей провинции Онтарио, когда еще провинция Онтарио не была, собственно, провинция Онтарио. Просто называлась какая-то там Северная Верхняя Канада или что-то такое. Ну, не суть. Так вот, город старый, город очень симпатичный. Очень много построек XIX века. Вот, кстати, засняла вам очень интересный, это называется бар, педальный бар, педальный паб. Вот так вот люди едут на такой повозке, крутят педали, пьют пиво. Собственно, крутя педали он и двигается, а у руля бармен, который всем пиво наливает, но он же как бы и рулит этой конструкцией. Очень прикольно. Заодно пьете, заодно сжигаете калории, крутят педали. В общем, город, вот вы видите, состоит из таких приятных, очень симпатичных домишек. Очень много здесь ресторанов, очень много магазинчиков таких. Он, в общем-то, в основном туристский, потому что там население, по-моему, 17 тысяч или что-то такое. Ну, в общем, маленький городишко, но очень часто посещаем туристами, потому что он находится возле Ниагарского водопада. Ну, и, естественно, люди по дороге там, проезжая как бы вглубь Антария, в сторону Торонто, проезжают этот городок и заезжают к нему, потому что, в принципе, он очень приятный, ездя погулять, ездя покушать, в общем-то, походить по магазинам. Магазины в основном такие сувенирно-прикольные такие, в общем, несерьезные магазины, а все в основном вот какие-то вот, я вам там покажу дальше, такие, знаете, больше для смеха и для фана, и для туристов, чем для настоящего шоппинга. Ну, как, собственно, во многих туристских местах. Вот это главная улица центральная, которая проходит через весь город. Справа, вот вы сейчас увидите, мы потом к ней подойдем поближе, это гостиница, которая называется Prince Wells Hotel, это гостиница Принца Уэльского, тоже где-то основана примерно в конце где-то XIX века, как, собственно, весь город, ну и все в таком вот стиле, таком викторианский английский стиль конца XIX века. Конца XIX века, правильно? Не оговорилась. В общем-то, летом очень много фестивалей там проходит, там проходит, вот, кстати, повозки с лошадями ездят, очень романтично. Проходит летний фестиваль театральный, фестиваль Бернарда Шоу, это, собственно, фестиваль театров и представлений, вот эта гостиница, и много других фестивалей, там персиковые фестивали, фестиваль ягод, фестиваль вина, фестиваль того, фестиваль всего, все как-то завязано в основном на еде, ну и, в общем-то, люди приезжают часто, потому что, вот, не знаю, как сейчас, вот мы выбрались первый раз за все время пандемии, мы как-то не ездили сюда, потому что все было отменено, все фестивали, все концерты, все, как бы, народные гуляния. А, по-моему, в этом году, по-моему, тоже не было ничего, но, возможно, что в следующем году уже, наконец, все это вернется, и тогда по улице устраивают ярмарки, вот мы были как-то, фестиваль персиков, там продавали и персики, и мороженое из персиков, и разные блины с персиковым джемом, в общем, все-все-все. Вот, кстати, один из таких магазинов, который, собственно говоря, для туристов, это магазин, в котором круглый год продается все для Крисмаса, для Нового года, для Рождества, не только во время зимних, так сказать, передрождественских каникул, а круглый год вот этот большой-большой магазин, который продает игрушки елочные, Дедов Морозов, разные вот эти вот штучки-дрючки, антураж для рождественских украшений дома, елок и так далее. То есть, если вам очень приспичило летом купить елочную игрушку, вы можете туда поехать и купить ее, ну, как бы это дело несерьезное. Магазин шляп, очень красивых шляп, любимый мой магазин, я очень люблю в нем находиться и рассматривать всякие шляпы, и, естественно, в этот раз мы тоже зашли, не применули, померили шляпы, я померила шляпы, мой муж померил всякие кепки, ничего не купили, но, в общем-то, остались довольны примеркой. Ну, вот вы видите, всякие очень интересные шляпки, в зависимости от сезона, если приезжать к лету, весной, то там всякие летние шляпенцы с вуалями, вот к зиме ближе такие фетровые шляпы всякие, в общем, есть на что посмотреть, есть что примерить разных цветов, очень элегантные, очень такие мадамские, я бы сказала, а это вот целая большая витрина таких, знаете, маленьких шляпок, вернее, обруч такой в виде шляпы, которая называется со странным словом fascinator, здесь слово странное больше похоже на какой-то сельскохозяйственный комбайн или деталь для машины, чем для вот такого вот милого изделия. В профиль повернитесь, шикарно. Ниже опусти немножко, вот так, на глаза. Уйдет тебе? Мне кажется, красиво. Ну, я, конечно, тоже не ушла без примерок, вы же понимаете, шляпа – это мое все, мне только дай померить шляпу, я обязательно это сделаю. Мы нарушили все, что можно, потому что снимать в этом магазине нельзя, везде-везде написано, что никаких съемок и никаких фотографий. Просят, если вы примеряете шляпу, не снимать маски, что полный дебилизм, по-моему, потому что как можно понять, идет вам шляпа или нет, если вы как бы находитесь в маске. Пол лица закрыто, то, в общем, трудно представить себе, подходит вам шляпа или нет. Ну, шляпки такие странные, смешные, в общем, есть такие более носибельные, а есть такие, просто, знаете, больше для карнавала или для каких-то костюмированных представлений. Ничего, опять же, повторюсь, не купили, потому что, ну, мне как бы такая шляпа вообще не совсем нужна для жизни. Может, мне тоже что-то понравилось ему, но он что-то решил подумать, посмотреть, может, где-то еще что-то поискать. Вот такие вот витрины, интересные витрины с какими-то такими очень интересными одеждами. В магазин я не зашла, потому что у нас совсем-совсем не оставалось времени. Должны были ехать уже домой, забирать нашего сына с работы, подрабатывать сейчас у нас, и мы должны были его забрать с работы. Нельзя было опоздать, поэтому мы уже, так сказать, вот шляпу померили, а все остальные магазины галопом по Европам просто прошли мимо витрин. Мы поздно выбрались, к сожалению, и у нас мало осталось времени на другие магазины. Мы хотели где-то посетить, поесть, но, опять же, ничего не успели, потому как вот по дороге заехали еще в антикварный магазин, я вам показывала, снимала. И, в общем-то, это съело очень много нашего времени, уже приехавшего в этот город. Мы уже как бы так просто прошлись по улице. Ну, вот шляпы обязательно, это обязательный пункт программы, когда мы приезжаем в этот город, мы обязательно заходим в этот шляпный магазин и примеряем шляпы. Особенно это весело и здорово, когда мы едем с компанией, с девчонками, и мы там друг дружка рассматриваем, кто что примеряет, смеемся, хихикаем. Ну, в общем, это такое приятное времяпровождение. Вообще очень приятный город. В нем действительно очень-очень можно провести приятное время. И если у вас оно есть, есть где пообедать, позавтракать, поужинать, есть где походить по магазинам. Вот магазин сумок каких-то таких интересных. Опять же, не было времени у меня зайти в него, только по витринам. Магазин ювелирных украшений тоже очень мне захотелось поподробнее рассмотреть. Но в следующий раз, в этот раз уже, конечно, не получилось. У нас, к сожалению, наверное, этим летом уже мы не успеем, потому что дело идет к зиме. А, в принципе, зимой там особенно делать нечего. Это, в общем-то, такое место более летних развлечений. Вот я пошла еще поближе поснимать этот самый отель, эту гостиницу. Она известна тем, что это как бы называется бутик-хотел у нас. То есть это такие гостиницы бутиковые. То есть не просто такая какая-то, знаете, там Хилтон или сеть гостиниц или что-то подобное. Это такая гостиница очень старинная, с очень красивыми старинными номерами, очень такая аутентичная. Такой больше нету. Это, в общем-то, гостиница единственная в своем роде. Очень распространено сюда приезжать, вот какой-то такой романтичный провести ночь или вечер с мужем или с бойфрендом. Вот это как подарок, например, на юбилей свадьбы или вот что-то такое, снять ночь в этой гостинице, потому что это очень такое романтичное место, очень старинная гостиница. Вот тут, опять же, можно покататься на лошади, в карете. Прямо такое романтичное времяпровождение, как будто бы по сценарию голливудских фильмов, во всех голливудских фильмах, которые, во многих, которые показывают любовь, там, значит, главные герои катаются в такой повозке с лошадью, под луной, ночью, и все это очень романтично и красиво. Гостиница действительно заслуживает внимания. Не дешевая, номера довольно дорогие, но иногда можно, когда вот какой-то по особым случаям, по особым событиям. Есть мне очень известный ресторан. Вот сейчас я вам покажу. Я как бы заглянула через окошко в него, потому что, опять же, не удалось нам зайти никуда. Один из самых известных, я думаю, что ресторанов в Антарио. Находится в этой гостинице, белая скатерть. Все очень красиво, все очень изящно, все очень элегантно. Прямо такое, знаете, как в лучших домах Лондона или Парижа. И известен этот ресторан, своей кухней, своим обслуживанием. В общем-то, люди сюда приходят больше за таким экспириенсом, что называется. То есть, получить как бы удовольствие, посидеть в таком здании, находиться в такой обстановке, вот этой старинной викторианской эпохи. Ну и, конечно, вкусная еда. Все, дорогие друзья, я думаю, что вам понравилось, было интересно. Я надеюсь увидеться с вами в следующих видео. А сегодня все, пока-пока, с вами была ваша Дита из Канады. Люблю, целую, пока-пока, бай.